Российские оккупанты в четверг вновь атаковали Херсонщину. По информации главы местной областной военной администрации Александра Прокудина, противник обстрелял населенный пункт Ивановка. В результате атаки уничтожен один из жилых домов. Под завалами жилья спасатели обнаружили тело мужчины, сообщил Прокудин. Российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла авто с гражданским мужчиной. Это случилось на Черниговщине ранним утром среды. Об этом рассказал начальник Новгород-Северской РВА Сергей Сергеенко в комментарии Суспильному. ДРГ убили мужчину в полукилометре от российской границы между селами Гремячка и Леоновка, рассказал Сергеенко. Погибший мужчина 1961 года рождения. В среду утром он успел отвезти своего ребенка на автобус и по дороге назад его машину расстреляли. 13 человек пострадали в результате атаки российских захватчиков по отелю в Харькове. Об этом сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Оккупанты ударили по городу ракетами С-300, которую запустили со стороны российского Белгорода, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. В отель прилетело сразу две ракеты. Одна попала в землю возле фасада здания, а вторая в крышу отеля. По состоянию на утро четверга в больнице находились двое людей. 35-летний мужчина в тяжелом состоянии и 71-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней степени. Оккупанты сразу после атаки на отель заявили, что якобы там находились бойцы иностранного легиона. Однако в очередной раз от действий захватчиков пострадали только гражданские, в том числе иностранные журналисты. 1,2 миллиарда евро помощи передаст Украине Эстония в течение трех лет. Все для лучшего вооружения Киева. Об этом заявил президент страны-союзницы Алар Карис во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава украинского государства находится в Таллине с официальным визитом. Туда он прибыл утром четверга. Во время пресс-конференции со своим коллегой президент Украины в частности рассказал, почему Украина не может сделать паузу в войне. По его словам, сейчас в России наблюдается некоторый дефицит вооружения и пауза пойдет на пользу только стране-террористке. Накануне же Зеленский посетил Вильнюс, где литовский президент объявил о следующих партиях военной помощи Украине. Дальше Владимир Зеленский отправится в Латвию. Белый дом поддерживает конфискацию российских активов на сумму 300 миллиардов долларов в пользу Украины. Об этом заявляет Bloomberg со ссылкой на администрацию Байдена. Однако, по их информации, Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7. Планируется, что эта тема будет поднята на встрече лидеров Большой Семерки в преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тем временем, республиканцы опубликовали документ, в котором рассказали о шагах, что помогут Украине победить войне против России. Материал так и называется «План победы в Украине». Разработали его три комитета Палаты представителей Конгресса США, возглавляемые республиканцами. Авторы материала убеждены, что Украине необходимо, во-первых, быстро предоставить критически важное оружие, в том числе и ракеты-атакам с дальностью в 300 километров. Во-вторых, ужесточить санкции против режима Путина. А в-третьих, передать Украине 300 миллиардов замороженных российских суверенных активов.